здравствуйте дорогие мои зрители по традиции я объявляю что я прямом эфире в инстаграме идет запись этого эфира и эта запись обычно появляется в этот же вечер на моей страничке в инстаграм и на следующий день она появляется других моих социальных сетях на ю тубе вконтакте в одноклассниках фейсбуке и так далее я смотрю уже подсоединяются мои первые зрители я попрошу поставить мне какой-то знак что меня хорошо слышно еще раз приветствую моих зрителей моих подписчиков приветствую всех кому интересно сегодня узнать в чем же все таки состоит проблема с фруктами в чем же виноваты фрукты эти безобидные милые создания спасибо да я поняла что меня хорошо слышно замечательно да можем начать нашу тему и так недавно я сделала пост в инстаграме в котором спросила вас не испытываете ли каких-либо проблем после поедания фруктов я знала что я увижу много таких ответов которых вы скажете что у вас есть проблемы после поедания фруктов но я не ожидала что практически все ответы было 13 все ответы будут содержать утверждение о том что людям плохо после результате поедания фруктов и по-моему только один или два человека сказали что им классно они очень любят и проблем никаких нет вот это еще раз меня натолкнуло на на мысли что я думаю в правильном направлении что тему фруктов обязательно надо поднимать потому что как выясняется несмотря на всю свою привлекательность и безобидность эта тема все же у многих вызывает недоумение и проблемы и так странно да фрукт это природный продукт и казалось бы что он при усвоении в нашем организме должен вообще не не вызывает никаких проблем потому что он имеет очень простое строение по сути это клетчатка и сок и это все какая-то часть сока усваивается прямо на уровне желудка какая-то часть сока вместе с клетчаткой поступает кишечник но для того чтобы ее усвоить расщепить и вывести организмом по идее по идее да теоретически не нужно вообще никаких особых усилий прикладывать потому что еще раз говорю что фрукты это простейший продукт очень простой природный продукт на который не нужно очень много желчи сока ферментов и вы сами можете в этом убедиться когда вы съедаете какой-нибудь фрукт то буквально через полчаса вы уже хотите есть и это говорит о чем о том что фрукт уже покинул желудок и отправился путешествие по кишечнику и ваш желудок снова готов принять новую порцию пищи такого точно не происходит когда вы съедаете котлету с картофельным пюре или что-то в этом роде прошу прощения там звонок ходящий идет такая пища лежит у вас в желудке довольно долго сейчас секундочку я просто отвечу чтобы мне не звонили спасибо простите за ожидание именно вот на этом свойстве фруктов усваивается легко быть естественной едой не вызывает никаких загрязнений в организме и основано такое течение питания как фрукторианство конечно же вы об этом все слышали но фрукторианстве я говорить долго не буду просто скажу только одну вещь что чтобы быть фрукторианцам к этому нужно готовиться потому что пищеварительная система современных людей она далеко не готова к тому чтобы получать только из фруктов все питательные вещества которые необходимы нашему организму для жизни а мы люди которые люди которые живут в традиционном питании то есть во все ядном питании они привыкли получать питательные вещества из разных продуктов и если такой человек перейдет на питание фруктом то ничего хорошего из-за точно не получится в общем я как любительница фруктов всегда считала раньше раньше что фрукты это то что можно есть сколько угодно когда угодно и и в этом нет вообще никакой проблемы и опасности просто потому что видимо мой организм устроен так что он хорошо воспринимает фрукты и я думаю что у всех так но жизнь показывает что на самом деле это не так та проблема о которой я хочу сегодня вам рассказать она они я узнала не так давно поэтому прежде чем я перейду сейчас к рассказу а вот об этой самой проблеме о которой вам нужно точно знать я сейчас скажу еще буквально пару слов о том что есть люди нет не так сказала что очень часто люди испытывают неприятное ощущение внутри себя после фруктов только по причине того что они их не умеют правильно есть вот те которые те люди которые были или есть либо мои клиенты либо покупатели и слушатели моих курсов либо они просто внимательно следят за моими постами и статьями в блоге вот эти люди знают что фрукты это особый вид еды который не сочетается ни с какой другой едой ну кроме овощей сырых потому что фруктов есть особенность они склонны к брожению если мы ставим в питание в питание фрукты рядом с какими-то другими продуктами которые например крахмалисты да которые имеют очень большую которые тяжелый и чтобы чтобы расщепить их требуется много времени то есть большой промежуток времени поэтому если фрукты заходят в наш пищеварительный тракт параллельно с каким-то тяжелым продуктом с которым по скорости у них разная скорость усвоения то в результате этого получается брожение некоторые не некоторые а многие любят смешивать фрукты с кашей например а это совершенно неправильно каша это крахмал фрукты это легкий продукт который должен очень легко проскакивать весь жкт но каша как крахмалистая тяжелая еда она не даст ему это сделать и в результате вот этой вот незапланированной задержки в жкт фрукт начнет брожение брожением охватится вся масса рядом с которой он будет находиться в результате этого мы получаем вздутие метеоризм газы кто-то даже и диарею и в общем раздувается живот и это очень некомфортно и кстати я думаю что среди тех кто написал комментарии вот к этому посту большинство людей это именно именно эти люди которые не знают что фрукты нужно есть правильно определенное время дня и подальше от другой еды у нас принято ну традиционном обществе принято другое отношение к фруктам правда у нас принято воспринимать фрукты как деликат ну как десерт как лакомство как няшку которую можно сунуть между завтраком и обедом между обедом и ужином вечером в постельке дань или там где-то вот так вот набегу на ходу и собственно это все и делают я знаю что я говорю потому что во всех анкетах всех моих клиентов которые приходят ко мне именно эта тенденция и четко прослеживается фрукты суют куда ни попадя к ним относятся очень легкомысленно снисходительно не воспринимают их как за полноценную еду а я вот уже по своему опыту знаю что фрукты это полноценная еда это самостоятельный прием пищи никакой не перекус это самостоятельный прием пищи которым можно и нужно наедаться и только в таком случае фрукты будут приносить пользу но к этому тоже нужно прийти и прийти в результате перестройки своего питания то есть не сразу все получается и у меня не сразу получилось но я вовремя поняла этот принцип и стала его притворять и теперь у меня нет проблем с не с вздутием не с диареей не со спазмами в общем потому что фрукты идут в правильном направлении но я сейчас уже перехожу главной теме моего сегодняшнего эфира это отдельно стоящая проблема и она касается не не вот тех людей которые не умеют есть фрукты и ставит их куда ни попадя эта проблема она может коснуться в принципе любого человека даже того человека который знает как нужно есть фрукты как ним относиться и который действительно соблюдает этот принцип правильного поедания фруктов и вот в чем заключается эта проблема сейчас я вам расскажу маленькую историю собственно с которой и началось мое исследование вот этой фруктовой проблемы у меня есть клиентка она живет в одной из теплых стран где много фруктов она очень любит фрукты и она очень любит их есть но у нее есть большая проблема как только она съедает какой-то фрукт ну обычно несколько штук у нее кроме того что есть есть страшно раздувает страшно просто раздувает до сильнейших спазмов но начинается еще и одна проблемка которая заключается следующим после поедания какого-либо фрукта и бешено просто бешено хочется сладкого причем сладкого именно с глюкозой я имею ввиду какие-то традиционные сладости будь то пироженое будь то мороженое конфеты шоколад и так далее все в таком духе то есть то что содержит сахар именно глюкозу глюкозу сахар причем это бешеное желание сладкого она настолько сильно что это уже на уровне зависимости она не может этому сопротивляться и она срывается ее несет во все тяжкие то есть безобидное поедание фруктов приводит очень обидному срыву на сладкое при этом у нее дико портится настроение накрывает депрессия в таком состоянии она может проводить несколько дней вот на этом вот поедание сладкого и на депрессии при этом она ругает себя но она понимает что она ничего не может с этим сделать пришел как происходит какая-то чертовщина и всему виной фрукты потому что такая реакция именно на фрукты я стала исследовать эту проблему и открыла для себя о ужас то чего я вообще не знала я думаю что мне я подозреваю что может быть из вас кто-то слышал об этом но как говорится век живи век учись я вот не знала но теперь знаю и так есть люди перехожу главному до внимания значит смотрите суть состоит в чем когда фруктоза поступает в кишечник а фрукты содержит фруктозу мы знаем это да то есть когда фруктоза поступает в кишечник растащить ее по клеткам то есть усвоить да по другому говоря должен белок транспортер который имеет название глют 5 есть есть люди у которых этого белка недостаточно образуется и в результате этого глюкоза не расщепляет простите фруктоза не расщепляется не растаскивается по клеткам а концентрируется в кишечнике в тонком причем концентрации и достигает такой неимоверной силы с величины что она приводит к пищеварительному расстройству тонкого кишечника очень сильно меняется бактериальный фон и на фоне вот этого растут растущего количества бактерий патогенных производится очень много газов газов в результате этого человек страдает жуткими вздутиями спазмами метеоризмом диареи дошноты рвоты и вот эта самая особенность отсутствия или очень маленького количества вот этого белка глют 5 который должен растаскивать фруктозу называется маляр маля абсорбция фруктозы это такой диагноз это такое заболевание маля абсорбция фруктозы так я думаю что таких людей на самом деле немного но дело в том что это заболевание она может возникнуть однажды то есть человек может просто жить из даже свою жизнь и не ни о чем не задумываться не подозревать но вдруг однажды он может почувствовать какую-то проблему с фруктами и это может говорить о том что у него возникла маля абсорбция то есть у него недостаточно вырабатывается вот этого белка транспортера глют 5 что вызывает маля абсорбцию ну это очень четко не установлено но считается что причины что маля абсорбция сама по себе вторично а возникает она в результате каких-либо других расстройств желудочно-кишечного тракта либо даже каких-то аутоиммунных заболеваний ну в частности вот например целиакия непереносимость блютена считается что она может также вызывать маля абсорбция плохая новость состоит в том что нет способа для того чтобы ее вылечить этот диагноз но есть хорошая новость и сейчас вы услышите продолжение этой истории про мою клиентку которой бешено хочется сладкого а хорошая новость состоит в следующем для того то есть когда у организма недостаточно вырабатывается белка глют 5 для расщепления фруктозы на помощь приходит другой белок глют 4 который расщепляет глюкозу поэтому когда в организм человека страдающего маля абсорбции фруктозы поступает фруктоза этот организм начинает просить глюкозы для того чтобы появился белок глют 4 и помог фруктозе расщепиться вы поняли какая связь между тем между белком глют 5 глют 4 и бешеным желанием моей клиентки поесть сладкого после поедания фруктов то есть когда она съедает фрукт у нее возникает ситуация что эту фруктозу нужно растащить белка глют 5 нет и организм начинает бешено просить выработки белка глют 4 а для этого нужна глюкоза для этого нужно чтобы в организм поступила глюкоза поэтому начинает бешено хотеться сладкого и это есть компенсация это компенсация того что поступил до поступила фруктоза которую нужно расщепить только в присутствии глюкозы вот такое открытие я сделала ну очевидно это не открытие вообще но это для меня просто было открытием поэтому если вы у себя вдруг обнаружите тоже такую же вот такую вот взаимосвязь между фруктами и сладким это вполне может говорить о том что вы являетесь обладателем маляксорбции фруктозы как выявить этот диагноз проводится специальное исследование обследование человека с помощью с помощью трубки в которую выдыхается воздух из желудочных то есть из организма человека да и вот поэтому выдыхаем воздуху врач сможет определить на самом деле есть этот диагноз или же или же его нет вот теперь что с этим делать да если если есть диагноз если есть фрукты если есть проблема что с этим делом делать вообще как быть теперь с фруктами здесь тоже есть в общем-то довольно хорошая новость и состоит она в том что даже если у человека подтвердился этот диагноз это не говорит о том что он должен полностью исключить фрукты дело в том что фрукты у нас есть разные есть фрукты которые содержат очень много фруктозы и совсем мало глюкозы и есть фрукты в которых баланс глюкозы и фруктозы выровнен так вот людям с этим диагнозом можно есть фрукты где баланс глюкозы и фруктозы выровнен и тогда симптоматика может быть не очень ярко выражены при условии что человек не будет объедаться такими фруктами а будет употреблять их очень очень умеренно но просто ради того чтобы успокоить свою тоску по фруктам потому что на самом деле очень многие люди любят фрукты даже несмотря на то что они у них вызывают всякие неприятные явления в жкт вот и наверное я должна вам зачитать эти списки потому что может быть среди вас уже кто-то обнаружил и причислил себя вот к обладателям этого диагноза малиабсорбция фруктозы и так фрукты которые разрешены при малиабсорбции в которых баланс глюкозы и фруктозы выровнен это бананы грейпфрут персики сливы абрикосы нектарины черника ежевика клубника лимоны ананас ну и теперь я назову группу в которую которую не рекомендуется есть людям с малиабсорбции это яблоки груши дыни арбузы сухофрукты ну и конечно же соки фруктовые потому что там концентрация фруктозы ну еще больше да нежели просто во фрукте также нельзя есть никакие подсластители точнее продукты которые содержат подсластители на основе фруктозы а вы знаете что сейчас очень много таких продуктов обратите внимание на упаковке продукт якобы здоровый в котором нет сахара но он содержит фруктозу человек который не знает о своем диагнозе может покупать этот продукт как полезный но он может иметь от него очень нехорошие симптомы и он даже не будет догадываться от чего его страшно дует да может быть он там купил какой-то творожок с фруктозой и он даже не будет понимать от чего его так дует от чего у него там тошнота а дело может быть под такой вот малость как подсластительной основе фруктозы ну и конечно же людям с малиабсорбции не рекомендуется никакие мучные изделия и даже и даже некоторые овощи такие как капуста лук и чеснок но есть еще одна новость но она тоже наверное ее можно отнести к хорошей вот как-то хочется больше хороших новостей да чем плохих она состоит в том что вот эти списки хотя они и выдвинуты в научной статье касательно вот этого диагноза да но делается оговорка что эти списки весьма условны то есть мы опять подходим к тому что каждый организм индивидуален может быть так что человек смоля смоль абсорбции съест фрукт из разрешенного списка и ему будет некомфортно и может быть наоборот что он съест фрукт из запрещенного и на этот организм никак не среагирует поэтому людям у которых есть проблема с поеданием фруктов у которых есть проблемы с этим диагнозом рекомендуется вести пищевой дневник то есть очень подробно записывать каждый раз когда съедается какой-то фрукт писать во сколько он съеден и какая реакция последовала после если она последовало и если последовала то через какое время потому что обычно через полчаса-час если этом проблемный фрукт для проблемного же коте то обычно через полчаса-час появляется какая-то реакция ну как правило нехороший да если этот фрукт был проблемным для этого проблемного человека вот вот это наверное все что я да нет все про забыла еще еще две вещи на которые нужно обратить внимание значит если у человека есть маля абсорбция фруктозы то как вы уже поняли такой человек подвержен зависимости от мучного и сладкого потому что это глюкоза да то есть понимаете да эту связь им очень трудно остановиться и у них есть вот вот это вот некая подобие зависимости которые они никак не могут освободиться и также эти люди подвержены депрессии потому что когда отсутствует точнее так когда вот из-за отсутствия этого белка глют-5 фруктоза не до конца расщепляется наступает дефицит гормона удовольствия то есть не вырабатывается гормон удовольствие у человека и в результате этого человек может быть подвержен депрессии в общем это замечено что люди страдающие маля абсорбции зависим от сладкого и часто страдают депрессии вот если вы заметили у себя какие-либо похожие признаки я думаю стоит пройти обследование и уже убедиться есть у вас этот диагноз либо вы просто неправильные дети фрукты если у вас есть какие-то вопросы по этой теме вы можете писать я не знаю насколько я понятно донесла эту тему и насколько то есть была ли она вообще актуальна для вас но я думаю что лучше это знать чем не знать потому что согласитесь да что как выясняется в теме фруктов какой бы простой она ни казалась да и такой легкомысленный оказывается появляются такие подводные камни типа вот этой маля абсорбции а может быть есть еще и то чего мы много чего не знаем вот поэтому те кто был вы теперь знаете вы вооружены те кто будет смотреть в записи тоже наверное что-то там намотает себе на ос и во всяком случае даже если и нет никаких признаков указывающих на то что у вас не хватает белка для расщепления фруктозы во всяком случае вы наверное все-таки прислушайтесь к к первой части моего монолога сегодняшнего эфира и проследите внимательно за тем как вы едите фрукты как вы к ним относитесь как какому-то легкомысленному ничего не значащему перекусу либо все-таки как самостоятельной еде так вопросы пошли а если яблоко почистить от кожуры то она не пучит ага вот а это уже значит не не маля абсорбция это значит просто кожура яблока как как клетчатка действует на ваш кишечник очищающим образом исчищает вот эту слизь который на стеночках кишечника и когда ее очищают она естественно выделяется газы поэтому если вас пучит от яблок с кожурой это говорит о том что кишечник все-таки загрязнен и что он нуждается в очищении под совместимость фруктов с жирами например сметаны фрукты сочетаются с жирами я например сочетаю вот и считаю что здесь нет такого как будто явного противоречия но тем людям у которых очень много лишнего веса плюс у них может быть есть проблемы с сахаром ну с уровнем сахара в крови может быть у них есть проблемы с инсулино-резистентностью или еще какие-либо проблемы то есть если все таки это в основном если это большой лишний вес то я бы лучше не стала вот на первых порах когда идет снижение веса смешивать фрукты со сметаной а те люди которые не имеют большой большой проблемы с лишним весом и у них уже более-менее питание такое здоровое то это вполне здоровое сочетание я я голосую за это сочетание в общем и целом я еще обещала ну вы пока пишите вопросы если у вас есть и я еще обещала прокомментировать так после арбуза сводит икры ног о интересно но это конечно вряд ли относится к малябсорбции я думаю может быть это скорее относится к тому что сейчас говорят что арбузы очень сильно нахимичны может просто попадают какие-то токсины которые действуют именно вот таким оказывать такой судорожный эффект на мышцы ног вот у меня вот к этому сводится мое подозрение так ну вот я немножко пока вы пишите вопросы я вот сейчас зачитаю то что в комментариях да так вот фруктом предпочитаю овощи до виноград даже одна штучка и меня разрывает потом и также сливы и яблоки пучит и таращит ну я думаю что все таки в этом случае скорее всего человек неправильно просто ест фрукты неправильно вставляет в свой свой режим питания то есть они идут в смешении с крахмалистыми продуктами так что делать если не хочется кушать совсем зелень но понимаешь что надо как заставить себя их употреблять совет у меня такой значит если не хочется кушать зелень но вы понимаете что все таки надо ее есть я вам советую начать себя к ней приучать с очень маленького количества и чтобы она была нейтральная из нейтральных на мой взгляд это вот шпинат и какой-нибудь нейтральный салат салат ну типа знаете этот витаминные вот такие ударе листочки такие нежные зеленые у него вообще нет никакого вкуса то же самое у шпината у шпината даже скорее какой-то такой ореховый слегка вкус но он хороший и класть их просто в блендер смешивать с каким-то вкусным фруктом как правило это банан и может быть там теплая вода немного лимонного сока либо киви либо какие-то кислые ягоды может быть клубника черника сморона в таком сочетании это хорошо немного зелени немного банана немного ягод чуть-чуть немножко теплой воды а можно даже растительного молока ну то есть это из-за орехов болтанка да и болтушка вот вот такое сочетание обычно бывает вкусным и пьется хорошо если вам прям хочется совсем повкуснее можно даже немножко медику положить туда в этот зеленый коктейль и вот таким образом вы себя очень быстро приучите к поеданию зеленью какие фрукты и овощи несочетаемые в один прием пищи как лучше комбинировать фрукты и овощи либо фрукты и ягоды это вопрос очень индивидуальный то есть каждый человек решает сам для себя на самом деле вот фрукты и овощи они сочетаются теоретически они сочетаются потому что у них у всех очень про простое строение то есть это клетчатка и сок вот но так как все мы индивидуальности да то кому-то может нравиться одно сочетание кому-то может не нравиться это сочетание поэтому нужно тестировать но единственное что я могу посоветовать это не делать большого смешения вот допустим если я делаю фруктовый салат я обычно делаю его из двух трех компонентов не больше потому что когда делаешь больше теряется вообще в принципе вкус и смысл салата становится похожим на какое-то месиво непонятное то же самое в коктейле я не совмещаю очень много фруктов вот буквально пара фруктов и все и мне этого достаточно тут сразу на ум приходит еще совмещение помидоров с огурцами вот тут скажу так что я всю жизнь совмещала помидоры с огурцами а вот в последнее время я перестала это делать потому что мне это просто перестала нравится мне как-то вот приятно есть одни помидоры либо одни огурцы и я совершенно перестала их сочетать поэтому со временем наверное организм сам подсказывает и сам лучше вас разберется что ему хорошо что ему не очень то есть какое сочетание ложится вам хорошо вам приятного вот этого прям кайфуете значит это ваше сочетание если чувствуете какой-то дисбаланс что-то как-то не вяжется до вкусы значит уходить от этих вкусов организм всегда очень хорошо подсказывает так но ореховое молоко белок с фруктами считается спасибо ага ореховое молоко белок но не только белок не столько белок сколько жиры но дело в том что белок белку рознь одно дело белок например кусок мяса который нужно расщеплять там целую кучу времени и потратить потратить целую кучу ферментов на это расщепление да другое дело это легкий растительный белок который к тому же уже в растворенном виде чего там расщеплять он там очень быстро весь расщепиться и вообще никаких проблем так что делайте различия через какой промежуток времени после фруктов можно приступать к следующему приему пищи а вот как только почувствовали что фрукт провалился из желудка вот и желудок пустой вы чувствуете же голод пошел все вот прям сразу принимайте но обычно обычно вот когда человек только начинает питаться естественным образом и начинает кушать фрукты как самостоятельную еду он очень быстро становится голодными буквально там через полчаса уже хочется что-то положить у меня тоже раньше такое было сейчас у меня с перестройка микрофлоры совершенно другая картина то есть я ем фрукты я именно едаюсь я могу час два и даже три не хотите есть но зависит еще от того какие фрукты так что это вопрос времени да как ваш организм будет к этому привыкать и это вопрос вашу просто просто вашей интуиции да вот как вы чувствуете что вы уже готовы к следующему приему пищи я думаю что вряд ли есть смысл закладывать в себя пищу когда вы ее не хотите да даже если там прошло и достаточно времени после поедания фруктов до быстрый голод после фруктов это правда ну да это вот именно как раз и доказывает то что фрукты очень легко расщепляются буквально прямо раз-два и полетели вот теперь представьте да что мы делаем если мы с утра съедаем кашу которая будет тащиться как старая кляча по нашему кишечнику потому что это крахмал и это зерна это крахмал и которые довольно долго продвигаются тем более это клейкая масса которая внутри превращается в клей и если вы потом через час съедите фрукты фрукты это шустрые ребята они должны пулей пролетать поле вот как они вылетели из желудка они точно такой же поле должны по кишечнику лететь поэтому фрукторианцы очень часто какают вот а у вас там каша у вас там затор фрукты упираются в кашу все они дальше не могут идти у них шлагбаум что они делают они начинают бродить потому что ну куда деваться потому что они так устроены если они вовремя не выходят из теплого влажного помещения они начинают бродить вместе с кашей они еще более бродят и потом вас пучит таращит и вы даже не можете съесть один кусочек винограда именно из-за того что у вас брожение а теперь представьте если у вас такое брожение происходит хронические десятилетиями потому что вы не знали да как нужно кушать фрукты и вы их ставите куда ни попадя у вас в кишечнике хронический процесс брожения хронический процесс брожения это сильное загрязнение слизью кишечника и это развитие огромной колонии патоген патогенных бактерий а патогенные бактерии это отсутствие крепкого иммунитета это растущий лишний вес это наше заболевание улавливаете связь то есть все начинается с мелочей да вот с таких банальных азов как кушать фрукты и это только одна из мелочей которая ну которую мы вот сегодня рассматриваем а сколько их таких вообще представляете от этих вот мелочей которые нужно учитывать там у меня спросили слежу ли я за калориями нет никогда не следила не слежу это уже устарела это вообще уже на сегодняшний день не актуально сейчас другие течения мы рассматриваем это скорее относится течение загрязнений и очищение организма кишечника так сейчас подбираю питание которое подходит мне вначале хотела апельсины ела в большом количестве и у меня стали оголяться корни зубов опускается десна проблема знаете что я очень боюсь этого слова большое количество особенно сейчас вот сейчас я пришла к тому что я стал очень мало есть не потому что я себя ограничиваю в идее я себя никогда ничем не ограничиваю а потому что я поняла что умеренность это путь к здоровью и мой организм просто перестал то есть наверное благодаря перестройки микрофлоры мой мой организм перестал требовать много еды то есть у меня нет большого количества еды у меня нет много приемов пищи в день поэтому когда я слышу вот это слово ем в большом количестве я немножко настораживаюсь и скокоживаюсь я бы вообще не советовала ничего есть в большом количестве вот даже если продукт сто раз полезный то все равно не надо есть большом количестве поймите одну вещь смотрите запомните это очень простая вещь если у человека чистый кишечник то даже если вы следите один апельсин в день ваш кишечник вытащит из этого апельсинового сока из этого апельсина все необходимое весь там витамин c сколько им нужно до нормы в сутки он вытащит все потому что наш организм это самовыживаемая система она будет жить несмотря ни на что люди в голодомор выживали да там ленинградскую блокаду выживали из корочки хлеба организм выживал он высасывал все чтобы жить поэтому с апельсина с одного вы точно будете прекрасно себя чувствовать при условии что кишечник чистый если же кишечник грязный если стенки его залеплены толстым слоем патогенной слизи то тонну апельсина в себя запихните он не усвоит этот апельсин у вас этот апельсин транзитом на выход пойдет вы только зубы себе оголите до шейки а вот этой кислотой а толку от этого не будет это все будут деньги в унитаз поэтому лучше вы займитесь нормальным очищением кишечника и ешьте все умеренно ешьте овощи ешьте фрукты ешьте там белки и жиры но ешьте все в меру умеренно правильно компонуя между собой правильно это ставит чередуя да одно за другим и пользуясь вот этим случаем пользуюсь тем что я сейчас вам пытаюсь объяснить как важно уметь и учиться правильно правильным отношением с едой то есть грамотному отношению к потребляемым продуктам я вам просто хочу еще раз объявить что у меня есть курс он очень недорогой он стоит всего 1900 рублей он состоит из 16 видео урок в котором в каждом из которых я рассказываю о каждой группе продуктов и о том как правильно их употреблять как их как что с чем сочетать и доступ к этому курсу он по жизни то есть если вы его покупаете у вас в личном кабинете навсегда мало того что у вас этот доступ к курсу навсегда у вас еще и бонусный курс к нему идет это гимнастика для лица тем кому интересны эти упражнения для омоложения лица вот я не собиралась честно говоря вообще рекламировать этот курс моя задача была сегодня рассказать про малю абсорбцию да то есть вот про эти проблемы с фруктами просто я чувствую по вопросам что как всегда есть люди которые хотят немножко зафанатеть по правильному питанию по здоровому питанию и могут быть перегибы перегибы а перегибы страшны всегда и в питании и в политике и в экономике и в любых областях жизни лучше все очень умеренно с разумным подходом и еще и интуицию включать потому что еще раз говорю ваш организм он вас никогда не обманет считаете есть такая тенденция людей считают они что какой-то продукт очень очень полезный и его усиленно себя впихивают а он им никак не нравится не идет но они продолжают его в себя впихивать но идут на перекор себе и вот я считаю что все таки это неправильно если какой-то продукт категорически не заходит вообще вот но никак не прет вам то видимо ему сейчас не время и не место вы лучше от него пока откажитесь в пользу какого-то другого полезного продукта вот и лучше послушайте свой организм но не насилуйте себя и не идите поперек потому что как правило вот такие насильственные действия они обычно заканчиваются местью вашего тела тело может мстить да причем по-разному и с оттяжечкой то есть если вы сегодня будете насиловать его она пока будет терпеть 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 а через какое-то время там через годочек она как даст вам жару и вы потом вспомните что что издеваться над телом не надо это вот кстати вот возвращаясь к тому вопросу когда про зелень спросили да что вот зелень не хочется а как бы и есть если вы чувствуете что вам вообще зелень но прям тошнит от нее вы лучше оставьте в покое эту зелень да лучше ешьте те продукты на которые вам глаз лежит может быть это какая-то капуста может морковь может вам яблоки нравится ешьте то что вам нравится организм никогда не просто так не будет смотреть на какой-то продукт я имею ввиду продукт нормальный здоровый да не тортики не пиво там не чипсы а именно нормальный здоровый продукт который относит иметь отношение там белкам к жирам углеводам фруктам к овощам неважно то есть нормальным натуральным продуктам которые собственно вот понятно да что они из себя представляют вот ну собственно мы с вами проговорили почти все отведенное время если вопросов больше нет я могу закончить значит еще раз по традиции уже напоминаю что все мои продукты и услуги в том числе и курс про который я вам сейчас сказала до курс по питанию все эти продукты и услуги они собраны в одном на одной страничке в моем каталоге здоровья ссылочка на каталог стоит шапки моего профиля нажимаете на эту ссылочку видите список моих продуктов и услуг в каждом на каждом пункте есть слово подробнее синеньким цветом нажимаете на это слово вам открывается страничка с презентации того той или иной услуги или продукты внимательно смотрите и решаете надо вам это или не надо если возникают какие-то вопросы пишите мне пожалуйста директ пишите в почту все мои контакты я обычно указываю так что буду рада всем и конечно же отвечаю всегда всем по мере моего свободного времени благодарю вас сегодня что вы были на эфире что вы не внимательно слушали надеюсь что я была полезна спасибо хорошего вечера вам и до следующей встречи